В этом видео я расскажу про формат Баннер в метро, и мы вместе создадим заказ и компанию. Баннер в метро — это рекламный формат с оплатой за показы, который позволяет обратиться к аудитории приложения Яндекс.Метро, рассказать о точках продаж недалеко от станций и повысить узнаваемость бренда. Баннер в метро появляется при построении маршрута в приложении метро. По клику переводят пользователя на страницу с подробной информацией. Позволяет настроить показы на определенных ветках или станциях. Переходим к заведению заказа и компании. Рекламные компании создаются внутри заказа. Заказ — это несколько компаний одного типа с разными параметрами. Переходим в кабинет на вкладку заказа. Нажимаем на кнопку «Создать заказ». Вводим название заказа. Мы рекомендуем указывать название рекламодателя и формат. Выбираем тип рекламного продукта — баннер в Яндекс.Метро. Нажимаем на кнопку «Продолжить». После создания заказа его можно редактировать. Для этого на странице заказа нажимаем кнопку «Редактировать». Вносим изменения в названии или вносим комментарий. Нажимаем на кнопку «Сохранить». Переходим к созданию рекламной компании. Компании создаются внутри заказа. Нажимаем на кнопку «Создать компанию». На первом шаге вводим основные настройки. Пишем название компании. Мы рекомендуем указывать название рекламодателя, формат и месяц. Выбираем период компании. Указываем бюджет компании до НДС. Выбираем дневной лимит трат на компанию. Если выбираем ручной лимит, при достижении лимита показы остановятся до следующего дня. Мы рекомендуем оставлять по умолчанию автоматический лимит. При необходимости можно задать дополнительные настройки. Можно настроить часовой пояс, дни и часы показов. Также можно ограничить частоту показов для пользователя в день. По баннеру в метро мы рекомендуем ограничивать частоту на 7. Дополнительно мы можем настроить таргетинги на соцдем и интересы. Я выберу таргетинг по возрасту и доходу. Таргетинг на интересы можно выбрать из выпадающего списка. Моя компания будет только с соцдемом. Переходим на следующий шаг. На втором шаге выбираем места показа. По баннеру в метро можно выбрать город из выпадающего списка. Основной трафик приходится на Москву. Также есть опция таргетироваться на определенные станции метро. Для этого нужно нажать на кнопку область на карте. С помощью точек можно отрисовать полигон вокруг нужных станций метро. Область полигона должна быть не менее 3 километров. Добавляем область на карте. Называем ее. С помощью кнопки вокруг организаций мы можем отрисовать полигоны вокруг определенных организаций. Можем выбрать все филиалы, либо нужные нам из выпадающего списка. Выбираем нужную организацию. Настраиваем полигон. Добавляем его на карту. С помощью кнопки показать на карте мы можем посмотреть все выбранные полигоны. Также мы можем загрузить готовый полигон с помощью кнопки загрузить GeoJSON. Переходим на следующий шаг. На третьем шаге загружаем баннер. Справа мы можем увидеть то, как будет отображаться баннер в интерфейсе метро. Переходим на следующий шаг. Переходим к настройке объявления. Загружаем второй баннер, который будет отображаться по клику на первый. Вводим заголовок компании. Вводим рекламное сообщение. В поле условия мы указываем либо период акции, либо в нашем случае адрес магазина. Поле описания креатива необходимо для корректной подачи данных по маркировке. Поле не отображается в рекламной компании. Если не вносить описание, автоматически будет стоять заглушка геомедийная реклама. Переходим к настройке кнопок. По формату баннер в метро мы можем настроить либо кнопку позвонить с номером телефона, либо кнопку на сайт. Вводим ссылку. Переходим на следующий шаг. Проверяем корректность внесенных данных. Отправляем компанию на модерацию, если компания готова к старту. Также мы можем сохранить компанию в черновик, если нужно вернуться к компании позже. Показы в метро начнутся после оплаты счета и модерации рекламных материалов, но не раньше указанной даты начала показов. Итак, баннер в метро – это рекламный формат с оплатой за показы, который позволяет обратиться к аудитории приложения Яндекс.Метро. Заведение заказа происходит через вкладку «Заказы», а создание компаний состоит из пяти простых шагов. Перед тем, как отправить компанию на модерацию, необходимо проверить корректность внесенных данных.